22 сентября, года 1400-го, по Ширскому календарю. Бэк-Энд, Бэкшир-Роу, Хоббитон, Западный Удел. Шир, Средиземье. Третья эпоха мира сего. Да ёшкин ты, кот, перестаньте выпить, алкаши несчастные. Алёхи на лицу замы. Ой, я сейчас в трактире где-то... Где? Над холмом я. Короче, в Хоббитоне искала я зелёного дракона, не нашла. Вот так вот круги нарезала, нарезала, нифига не нашла, решила над холмом. Я здесь тоже круги нарезаю, нарезаю, вот только здесь. Правда, немножечко плохо показано. Таверна стоит вот прямо вот на берегу этой речки. Ой! Короче, что я выяснила по карте. Давайте я сейчас отойду от этих алкашей подальше. Итак. Раньше я никогда не замечала, вот когда я играла, что здесь нажмите на М, чтобы телепортироваться. Только вот было у меня такое дело, вот точка F, чтобы один раз в 30 минут можно было куда-то телепортироваться, где вы уже отметились. То есть если я, да перестаньте выхлёпать из этих чашек, если я ещё ни разу не была вот на другого цвета территории, то есть не заступала моя нога, и мне не говорили, что я да-да открыла новые земли, я оттуда телепортироваться никак не могу. В общем, точка M телепортирует куда угодно вас и когда угодно. В общем-то, я как-то немножко разочарована. Я считаю, что в этой игре нельзя давать волю игроку телепортироваться куда хочешь. Ну, во всяком случае, в выживание. Ну ладно, поставил ты творческий режим, играешь ты только в творческом режиме, да ради бога, можешь телепортироваться куда угодно. Правильно, мужики? Какие-то вы два близнеца. Лена, не жри то, что тебе не надо, тем более сырое. Фу! И, короче, я решила, что я этой точкой M пользоваться не буду. Мне она не нужна. Ой, ну прямо я как-то расстроилась совсем. В общем, я искала таверну, чтобы напиться. О, пиво-глоток, для души, конечно, впрок, заходи на огонёк, ничего, что путь далёк. Пусть стучит и дождь и град, и пускай ручьи журчат, но сердцу нет милее звука. Чем бульканье пиво, уже отел тука. Странный народ стал шляться по сыру. Громы и прочие ещё похуже. Пахнет войной. Драк, опять кишот гоблины. Не были лица это всё и детские сказки. Ты говоришь, как старый Бильбо Бэггинс. Чудной был он тип. Да и этот молодой Фродо Бэггинс. Всё туда же. И горжусь этим. Твоё здоровье, Жихарь. Ваше здоровье. Пусть, что делается за границей, не наше дело. Держись от неприятностей подальше, их у тебя не будет. Пора уже, это, выполнять те... А у меня красной книги с собой тоже нет. Нормально, баран. Да хватит вам пить. Баран хочет зайти. Заходи. Его ещё подпихивает хоббит. Ты закройте двери. Так, что хочешь, мужик? А, это ты, который с хлебом. Ну и по сливой лесам. Я сейчас и так напьюсь. Это чего? Вишнёвый ликёр. Ой, вот, напилась. Всё, будем пьяными сейчас. А то заколебала мне. Неужели от вишнёвого ликёра вот так вот напиваю? Пейчис Толстобрю, добро пожаловать. Неужели все эти дети ваши? Позвольте поздравить с такой плодовидностью. Бинго! Сарквин-бекинсы, скорее прячемся! Спасибо, мой мальчик. Ты хороший парень, Фродо. Ты знаешь, я такой эгоист. Да, очень. Большой эгоист. Когда умерли твои родители, я усыновил тебя не из благотворительности. Наверное, потому что из всех моих бесчисленных родственников ты был единственным Бэггинсом с характером. Бильбо, ты часом не перебрал на стойке Жихара? Нет. Вообще-то да, но не в этом дело. А дело в том, Фродо... Всё у тебя будет хорошо. Так, надо попробовать сейчас эту... Эть-эть-эть-эть-эть-эть... Забрать бутылочку. Это чё? Не знаю. Это вот такая я пьяная. Ходить невозможно. Ой. Фу! Ай, отошло. Блин. Блин. Весело у них здесь, честно сказать, но... Ой, тарелку разбила. Что, так взять нельзя было сожрать? А я вообще-то не голодная. Ты всё со своим хлебом. Мужик, у меня ничего здесь нету. А ты что? Сливы у меня... Вообще я его ни разу не собирала. Эти мешочки я нашла по домам. Оказывается, у них и в домах тоже можно найти. И вот они вообще вот такие маленькие. Но их два сложила, получился вот такой на 18. Потом, если вот так вот их два сложить, то получится на 27. Но вот здесь вот я уже сложила тоже на 18. Вот можно раз, раз. Ага. Огромных нету. Значит, 27 – самый большой мешочек. Но я остановилась, потому что я хочу ещё провести эксперимент. Что, ещё одного барана? Ну так пускай его, пускай заходит. Тебе что надо? Шесть кружек. Ай, отстаньте. Не до вас. И я решила их пустыми оставить, вот эти маленькие мешочки. И попробовать пройти... Три монетки. Пройти в тех пустошах, где меня могут обокрасть. Вот интересно, пустой мешочек они украдут или нет. В общем, мне как-то очень хочется проэкспериментировать по этому поводу. Как они будут... Ой, обкрадывать. Что ещё? Значит, я хочу пройти... Здесь вот где-то в месте домик ещё сгенерировался. Вот. Я хочу сейчас пройти... Ой, как у вас темно! Вот у меня есть факел, давайте я вам... Ой. А, это у вас здесь так это... Сгенерировалось плохо, да? Таверны половины. У меня нету ни топора, ничего. Это я пришла, называется. Поискать таверну. Что, пьяная, да? Понимаю. Мне тоже плохо было. Голова кругом ходила. Этот трезвый. Но вы всё равно не спите. У тебя мадам пьяная вон ходит. Забери её. То она сейчас как уйдёт... Да, да. Иди забирай её нафиг. А что тебе надо? Древесина каштана. Значит, сейчас я хочу пойти... Хамон заберём. Вишенки прихватим. Пожрать. Вот это у меня есть. Значит, это тоже прихватим. Собрать четыре вишни. А сколько я у тебя собрала? Две вишни. Девушка, у вас две вишни нет? Привет, привет. Это сок был. Слава тебе, Господи. Вот так вот маханёшь. Рюмашку не глядя. Потом голова болит. Так. Прогуляемся дальше. Может, где-нибудь Торбинса найдём. Вон, зелёненькие двери, например. Ну, конечно, у него домик получше должен быть. Это чей дом? Тоже грабхоля. О, красотень! Женщина. Две шарлотки. Отстаньте. Серебряные люстры, да, у тебя висят. Сейчас проверим, есть ли здесь клад. А что здесь есть на покушать? Ну, ладно, покушать потом. Значит, клады у них в основном… Вот, видите, здесь есть клад. Ура! Смотрим, что у них здесь есть. Серебряные самородки, 21 серебряная монета и серебряное колечко. Так, мужики, давайте я вам что подарю? Вот я вам шерсть подарю и керамическую чашку подарю. О, ой, нет, кровать-то я спёрла. А, куда ж я спёрла? Это я вот нашла там, возле таверны. А, ну ладно, спёрла. Ну, можно сказать, спёрла. Всё, меня здесь не было. Ой, это я кушаю и не вижу. Сидор алкогольный. Я вот что-то не поняла. 12. Ну, вот же здесь нарисовано, что есть. Ой. Свинина не хочу. Жирная. Так, сидор алкогольный. Всё, я уже напилась. Приготовленная рыба. Чтобы голума подозвать, надо рыба не приготовленная, а сырая. Так, короче, в серебряном доме вот есть. У меня что-то такое ощущение, что не во всех, потому что… Нет, я ещё серебряных люстр не видела. Но я видела золотые люстры, и там не было клада, а здесь есть. Замечательно. Так, в общем, сейчас я хочу… Так, в вековечный лес мы уже сходили. Ну, то есть, вообще-то я хотела, да, вот сюда прийти и на могильники сходить подраться. Так, а как это, как это они там шли, эти наши хоббиты? Ну, они где-то так вот и шли, да? Значится. А это тоже из этого вековечного леса, потому что по цвету, ну, очень подходит, да? Так вот, чуть-чуть. Значит, это, я так понимаю, их болота, наверное, были. Ах, да-да-да. Вот надо сходить на болото, значит, надо сюда сходить на болото. Потом уже идти в могильники. Но на болото я могу сходить со своей точки, да? Ну, вот сейчас мы используем букочку «ф». Стоять, не двигаться. Стою, не двигаюсь. Ой, как-то я так прямо лупом к печке. Это печка хоббичья, а вот здесь вот у меня гномья кузница. Сюда приходили торгаши, гномьи, и я у них прикупила кое-чего. Так, значится. Тоже ничего здесь у меня нет. Хорошо. Вот сколько у меня денег. Я прикупила этот долийский. Вот у них ботинки синих гор прикупила. Ну и все, кажись, да? Долийски. Долийски. А, они не приносили никаких этих самих. Так, давайте я. Колечко. Вот это, это и это. Сюда сложу. Здесь у меня что-то на покушать. Значит, с собой надо будет забрать. А куда это молоко это все выкинуть? Не знаю. Так, хамон. Люблю я это дело. Так, вот это вот поводок нафиг не на... Не знаю, зачем он нужен. Так, поводки сюда, это сюда. Вот так вот и собираемся в дорогу, да? Ой, что уже, все вишни, да? Хорошо, давай вот так. Блин, куда вот это все деть? У меня там есть еще один. Нету, да, сундуков больше? Вообще нету никаких сундуков. Вот черт. Вот это я сперла, но я почему-то думала, что он здесь есть, вишневый ликер. А они мне не дали, гады. А если молоко сюда засуну? Тоже никак, да? Вот гады. Значит, надо варить, но я думала, у них уже есть. Так, часы сперла у хоббитов. Также сперла у них вот эту фигню. И... Так, я собиралась сходить на болота. Как раз ночью туда и ходит, да? Где какой? Талиский меч. Все. Ну, ночью так ночью. В любом случае, я не могу здесь убрать ночь. Поспать у меня не получается. Капает все по лицу. Вода капает. Дождик, дождик. Так, болота на другой стороне. Так, где? Ну, вот как раз ровненько... Надо немножечко, наверное, в сторону. Здесь будет слишком много, долго плыть. Ровненько на юг. Вот туда. Хочу посмотреть, что там в этих болотах. Сейчас как бабка какая-нибудь как выскочит, как выпрыгнет, пойдут мои клочки по закоулочкам. Вообще-то хоббиты на болото попали из Бри, да? После горцующего поня они пошли со странником и шли через болото. Что они едят, когда не удается добыть хоббита? Что за тварь? Да. СПОКОЛИЗАЦИЯ СПОКООН Кто она? Женщина, о которой ты поешь. Леди Лучейн, эльфийская дева, полюбившая Бэрона, смертного. Что с ней стало? Она умерла. Ложись спать, Фродо. Ой, это что было? Ну вот я к утру, можно сказать, приплыла. Чуть не утонула, блин. Ничего, трясина. Ах, здесь трясина есть. Ах ты, черт. Это вот эта вот трясина, да? Ага. Ну, судя по всему, хоббитов здесь дофига. Так что комарам здесь есть, что жрать. Ой, трясина, 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 трясина. Эть, 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 да, нет, не туда, не туда, вот туда надо, вот туда, вот туда, эть. Нет, давай, давай, выкорубливайся. Да, да ёшкин ты кот, давай, 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 эть, меня сейчас засясёт в опасную трясину. Ай! Ой! У меня нет лопаты с собой, ну всё, помираю. Шайсе! Ой, я задохнула в стене. Да не в стене я, а в трясине задохнула. Ой, лопата. У меня есть лопата. Что я здесь ищу? Лена, с собой инструменты надо брать периодически. Ой, слушайте, ну какая я злая. Нет, ну это издевательство. Дайте хоть какой-нибудь слиток. Вот, нет, есть. Не поняла, как лопата делается. Я совсем дура или это? Так, медная лопата. Нет. Да мне пофиг какая. Как делается лопата? Что значит дана? А это здесь при чём? А здесь что включено? Слушайте. Не, ну это издевательство. Так. Никаких мифриловых лопат мне не надо. Это издевательство. Я не хочу. Ёшкин ты кот. Деревянная лопата. А, она, наверное, не делается из этого. Делается только деревянная, да? Не, ну вы видели. Издевательство, блин. Можешь телепортироваться, как хочешь. Дайте лопату. Можешь, это, себе взять всё, что хочешь. Но это издевательство вдвойне. Давайте ещё одну лопату. Мне почему-то такое ощущение, что мне надо будет там копать. И копать. Так, это, это. Всё, пошли. Да ёшкин ты кот. Мне на юг. Опять плыть. Букву М спецом не буду называть. Блин, Лена, ну давай убейся. У тебя вся еда, всё вот там. Ой. Так. Понятно. Здесь засасывает опасная трясина. Ой, блин. Комаров нет, но зато трясина есть. Лучше б я сидела в трактире и бухала. МОТОР Так, я сейчас 6177, а мне надо 6107, ну 63 нормально, и Z2826, у меня 39, 6177. Так, 6105, 07, хорошо, 07 пришла, 2810, а у меня 2826. Вон, нашла могилку свою. Черт. Подери. Ой, так, женщина, все, короче, на болото сходили, так, убрать эту фигню. Гадость, это колючая колется, но еще ничего интересного. Это что? Чего-то. Топора у меня с собой. Нет. Конечно. Ой, вот чуть опять в эту же трясину не влезла, да? Заяц! Спасибо. Ты ничего не видел? Будешь жить. Опять чуть трясину не влезла. Что, что-то видел? А что ты меня не боишься, интересно мне знать? Да не буду я тебя трогать, нужен ты мне. Иди бабочек лови. Все, короче говоря, я... Ой. Достаточно намучилась. Да? Я отец семейства. Ты тоже? Ой. А как вот они ходят по этой трясине и ничего? А я... Умираю. Завтра пойдем дальше. Чисто по фильму. В лес. Наверное. Ну или куда они там ходили, да? Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok